Больше 300 тысяч казахстанцев старшего трудоспособного возраста не имеют дохода, поэтому после выхода на заслуженный отдых они будут получать лишь базовую пенсию. Как увеличить выплаты и защитить права людям предпенсионного возраста выяснял Амир Хайдаров. Из почти 9 миллионов работающих казахстанцев больше 700 тысяч достигли 55 лет и приближаются к предпенсионному возрасту. Официально он начинается за два года до выхода на заслуженный отдых. По словам юристов, именно в этот момент большинство пожилых граждан обращаются за правовыми консультациями, связанными с трудовыми отношениями. Обычно люди предпенсионного возраста к нам обращаются только когда уже пенсионный возраст наступает и им нужно в трудовой книжке установить факт наличия трудового стажа. Люди пенсионного возраста, когда работали во времена СССР, некоторые документы были утрачены и, следовательно, данный факт трудового стажа устанавливается судом. Как отмечают юристы, сотрудники предпенсионного возраста полностью защищены трудовым законодательством. Расторгнуть договор с такими работниками можно лишь по отрицательным мотивам. При этом в стране есть немало тех, кто не может найти работу в силу возраста. Для охвата занятостью такой категории граждан в Минтруда запустили программу «Серебряный возраст». В рамках инициативы пожилым казахстанцам помогают с трудоустройством и субсидируют зарплаты. Кроме того, они могут воспользоваться пенсионным аннуитетом и выйти на заслуженный отдых раньше установленного срока. Сейчас в большинстве случаев пенсионным аннуитетом пользуются граждане с большой суммой накоплений. Поэтому совместно с Нацбанком мы планируем снизить стоимость пенсионного аннуитета и тем самым охватить новшеством больше жителей. По словам министра труда и соцзащиты к 2025 году, на повышение пенсии в Казахстане выделят более 1 триллиона тенге. Новый пакет мер позволит увеличить совокупные пенсионные выплаты в стране почти на 30%. Амир Хайдаров, Диасков Ланбаев, Хабар-24.